Что-то наши издатели на прошлой неделе учудили, но об этом я подробнее расскажу в блоке про наши новости. А сегодня, как всегда, зарубежные новинки, наши новинки и новости кикстартера. Погнали! Итак, всем привет! С вами Юра, вы смотрите Geek Media. И сегодня очередной еженедельный выпуск новостей, и я очень рад, что вы все здесь вместе со мной. Не забываем ставить большие пальцы вверх, и погнали! Итак, за авторством Уве Розенберга уже в этом году выйдет настольная игра... Ох... Ураньенбургер Канал, посвященная каналу, построенному в 40-х годах 19 века в Германии. В игре вы будете развивать индустрию и формировать инфраструктуру путей, улиц, железных дорог и каналов, а также строить мосты, чтобы получить дополнительные действия. В игре будет и соло-режим. Издательство Modiphius продолжит свою линейку ролевых игр Ахтунг Туху в новом исполнении. Игра будет называться Cohort's Katsulu, и ее действие будет проходить в Древнем Риме. Игрокам выдастся возможность узнать тайную правду о важных исторических событиях, а также об истоках зарождения мифов и легенд, и о том, как со всем этим связаны ужасающие существа, придуманные Лавкрафтом. Spider-Verse продолжает расширяться в рамках настольной карточной игры Marvel Champions. Новым героем для игры станет Пеннид Паркер. Это альтернативный Человек-паук из параллельной вселенной. Она со своим паучьим вторым пилотом, с которым она психохинетически связана, управляют вместе высокотехнологическим костюмом и защищают Нью-Йорк. И это будет достаточно уникальный персонаж, так как в отличие от других героев этой игры, у нее будет две карты персонажа, сама Пенни и ее костюм. А еще она располагает очень ограниченным количеством карт в руке, но имеет возможность генерировать ресурсы своими спецспособностями. Gale Force 9 выпустит новую кладостроительную игру по вселенной Светлячка. В игре от двух до четырех игроков встанут во главе различных фракций и получат уникальную стартовую колоду карт. Игра будет сессионная и в каждой партии будут разные цели. Планируют выпустить уже в этом году к юбилею Светлячка. Также Gale Force 9 выпустит игру по вселенной Starfinder и называться она будет Pirates of Spidog. В этой игре вы будете персонажами, желающими стать величайшими космическими пиратами. Проблема в том, что навыки-то у вас может есть, желание есть, а корабля нет. Но вы знаете, где его взять. Но вы не один это знаете. А капитан на корабле может быть только один. В игре вы будете перемещаться по кораблю и стараться выполнить цели, чтобы заручиться поддержкой и вас признали капитаном. Вы сможете развивать свой персонаж так, как подходит под ваш стиль игры. Ну а когда корабль отчалит, если он, конечно, отчалит, потому что он может и не отчалить, то один из игроков будет избран капитаном. За авторством Фила Уокера Хардинга в этом году выйдет игра Museum Suspects. Это игра на дедукцию блеф и ставки. В ней вам нужно будет среди 16 подозреваемых найти того или тех, кто украл из музея ценный экспонат. И сделать это надо будет, пока они не улизнули. В свой ход вы будете изучать улики в разных комнатах музея, скрывать следы от ваших оппонентов и делать догадки, чтобы найти злоумышленников раньше других игроков. А я хотел бы рассказать о том, что данный новостный выпуск проходит при поддержке магазина CarPlayz.ru, где вы можете приобрести настольные игры, аксессуары к ним, Magic the Gathering и все для этой карточной игры. Игры с миниатюрами, сами миниатюры, все для покраски и моделизма. И в принципе все, что вы могли представить про настольные игры, вы можете приобрести там. Ну и если воспользуетесь промокодом Geek Media, он написан прямо внизу под роликом, то получите еще 10% скидку на товары в вашей корзине. Мы получили очень клевый отклик от тех, кто был доволен тем, что Саша так подробно рассказывает про кикстартеры в новостях, поэтому я передаю слово Саше с подробными новостями кикстартера. Всем привет. Я немного приболел, поэтому сегодня будет BlitzKick. Ну а если кому-то понравится какая-то игра, то welcome в компанию соответствующей игры на кикстартер или геймфаунд. Гарфил Геймс продолжает свою экспансию, на этот раз на юг. Нас перенесут во времена Аббасидского халифата, это примерно 820 год нашей эры, вручат всевозможные письменные принадлежности и отправят отрисовывать карту мира. Ну и конечно же карту звездного неба. И если вдруг кому-то показалось, что это Roll'n'Ride или Бросай рисуй, то это не так. Как и в предыдущих игр других серий, если кто не знает, то это Северные моря и Западные королевства, нас ждет Worker Placement, правда на этот раз к нему добавили еще Dice Placement и Table Building или построение планшета. Для особо интересующихся есть возможность опробовать игру в Tabletop Simulator. Ну и конечно же нужно будет сделать свой выбор до того, как компания закончится, потому что в рамках нее Pledge Manager не предусмотрен. И если раньше вы могли закинуть 1 доллар или 1 евро, то сейчас так не получится. Все, что вы хотите взять, вы должны взять здесь сейчас, до тех пор, пока компания не закончена. Хм, интересно, а лавка возьмет на локализацию? Waste Knight, Beyond the Horizon. Дополнение, которое по многим известным причинам встало на холд у нашей любимой звезды. Ну а для тех, кто готов вписываться в игру на кикстартере, welcome. И если честно, то я сам пока не определился, готов ли подписываться под кикстартер, или все-таки дождаться второго тиража, и скорее всего к этому моменту звезда таки их сможет уломать. Как и в базовой игре, нас ждут различные сценарии. Правда, на этот раз нам добавили еще одну карту, которая будет описывать территории вокруг Австралии. Это будет и Новая Зеландия, и Тасмания, и многие другие. Всего будет 6 новых локаций. Также будут новые сценарии. Причем один из этих сценариев будет выполнен как песочница, а это значит, что там будет меньше нарративной составляющей, но больше геймплейной. Хотя с геймплеем проблем и в других сценариях особо не было. Но суть останется той же. Как и во многих песочницах, нам придется с помощью различных путей развития добиться выполнения целей и победить. В целом, у меня это дополнение вызывает какие-то вьетнамские флешбеки по Кевину Костнеру и Водному миру. Как и положено во всех нормальных дополнениях, нам дадут очень много контента. Я сейчас говорю не про новый сценарий, а про всю сопутку. А это значит, что нас ждут новые события, новые враги, новые рыцари. Конечно же, под каждого нового рыцаря мы получим новое средство передвижения. Так как у нас в игре присутствует все-таки водный ландшафт, то мы, конечно же, получим и корабли. Но не платы же самим строить все же. В общем, отличное дополнение. Ждем всем селом. И надеюсь, что на русском языке тоже. Ситрис. Игра, где наемникам захотелось лучше жизни, поэтому они всеми правдами и неправдами либо пытаются перебраться в верхний город, где она таких будет ждать, либо все-таки заработать престиж и встать во главу угла в нижнем городе и контролировать огромное количество территорий. При первом взгляде на коробку мне показалось, что за основу была взята Алита, Боевой Ангел. Ну или в оригинале оно называлось Ганму. Но нет. В любом случае перед нами игра на построение собственного планшета, куда добавили Ария Мажорити. Игрокам предстоит выполнять различные миссии, развивать собственные таланты, обязательно балансировать между верхним и нижним городом, потому что каждый из них дает свои собственные фишки. Ну и, конечно же, там очень крутое дерево. А нет, черт. Это город. Стратос. Джи Ай Джо, Mission Critical. Новый кооператив на системе Guardian, которая использовалась в такой игре, как Могучие Рейнджеры. Поэтому, если вы внезапно владелец этой игры, то можете смело вписываться в Джи Ай Джо и знать одну простую вещь. Эти игры полностью совместимы. Но не суть. Здесь мы берем под управление героев легендарного отряда Джи Ай Джо, которые все время сражаются против командира Кобры. Ну и, конечно же, сам отряд мы будем формировать из всем известных персонажей. Снейк Айс, Роудблок и так далее. Сам же игровой процесс достаточно прост и состоит всего из двух фаз. В рамках первой фазы мы вскрываем отряды, которые будут прибывать. Распределяем их по локациям. А во второй фазе игроки будут выполнять всего по одному действию. И это действие тоже очень простое. Передвинуться, кому-нибудь втащить или восстановить себе жизнь или энергию. В общем, просто и со вкусом. Поэтому, если вы не хотите чего-то зубодробительно сложного, то эта игра явно для вас. Дайна Додж. Легкая стратегическая игра для двух-пяти динозавров, где вам придется сталкивать своих друзей в лаву. Игрокам предстоит прыгать туда-сюда по различным картам местностей и уворачиваться от метеоритов. Правда, делать все это вы будете с помощью карт движения. А там будет далеко не всегда передвинуть себя. Там будет в том числе и передвинуть своего друга. А это значит то, что вы можете спокойно чужого динозавра подставить под метеорит, который будет приземляться на какую-нибудь карту в обязательном порядке. Другое дело, что через какое время? Потому что там может быть один ход, два хода или три хода до падения метеорита. Просто, быстро, весело. Правда, стоит как крыло от самолета. Сквозь снег и лед. Игра, где вам, как представителям Британской империи, необходимо найти новые торговые пути через Арктику. И ровно поэтому вы вместе с другими игроками будете отправляться в путешествие. В рамках экспедиции вам будет доступно три персонажа. Это плотник, который будет отвечать за улучшения. Это ученый, который будет записывать все, что увидит в рамках экспедиции. И, конечно же, капитан корабля, который будет полностью руководить всей экспедицией. И нет, это не кооператив. Это все-таки соревновательная игра. Поэтому все, кто сидят за столом, Это каждая отдельно взятая экспедиция, которая пытается занести свое имя в историю. По мере продвижения экспедиции будет открываться и карта. И так как она модульная, то каждая новая игра будет обычно не похожа на предыдущую. Ну и, конечно же, в ходе самой экспедиции, куда же без эскимосов, Вы будете встречать тех самых эскимосов. Потому что кто знает лучше всего этих полярных медведей? Конечно же, они местное население. И они всячески будут вам помогать. Только от вас зависит успех экспедиции. Сможете ли вы пройти сквозь снег и лед, или останетесь там навсегда. На GameFound вовсю идет кампания по дополнению к игре Uprising. Titans of the First Age. Как и все правильные дополнения, это приносит массу контента. А это значит, что нас ждут новые фракции, герои, миссии и так далее и тому подобное. Но что же это за зверь? Uprising это очень сложная, кооперативная 4x стратегия. Которая выполнена в достаточно специфическом сеттинге мрачного постапока. Поскольку мир катится в тартарары, Игрокам предстоит взять на себя роль героев, Которые смогут пройти сквозь все это темное время И привести к расцвету свои фракции. Как я уже говорил, это кооперативный 4x. И в рамках игры нам предстоит воевать против двух фракций, Которые будут управляться искусственным интеллектом. Это Империя и Хаос. Игроки будут исследовать различные локации, Завоевывать их, конечно же, производить на них различные ресурсы И месить орды вражины. Ну конечно же, 4x. Все как доктор прописал. Все это будет происходить на протяжении 4х глав, По истечению которых будут подсчитаны победные очки. И если победных очков у Хаоса и Империи будет больше, Игроки проиграют. В игре достаточно высокая реиграбельность за счет модульного поля. Ну и конечно же, масса дополнений, которые выходили до и которые выходят сейчас. Туда же положили и асимметричные фракции, которые вы будете формировать от игре к игре. Потому что там достаточно много различных талантов. Ну и конечно же, про события не забыли. Нет, здесь не будет никакой книги сюжета, Но различные события, которые будут происходить в игре, конечно же, завезут. В целом, это нормально для кооперативных игр. Но самое печальное, что есть в этой игре, это, пожалуй, ее цена. Игра стоит достаточно много. И авторы открыто говорят о том, что их продукт из премиум сегмента. Поэтому доступен он будет только в рамках компании. Ну и конечно же, потом можно будет напрямую издателя купить. Правда, стоить это будет несравненно дороже. Ну, либо ждать новую компанию с новым дополнением. Правда, каждое новое дополнение будет добавлять еще больше к цене. А новым надо. Хотя, судя по оценкам на BoardGameGeek, оно нам надо. А на этом у меня все. Юра, тебе слово. Саш, спасибо, ты как всегда красавчик. И я перехожу к новостям наших, но, как всегда, по хорошей доброй традиции, я сначала поблагодарю всех тех, кто поддерживает канал Geek Media. Ребята, большое вам спасибо. Мы, кстати, поставили кондиционер, с которым вы нам помогли. Еще на прошлой неделе на стрим мы собирали пожертвования в пользу одного из кошачьих приютов. И мы денежку отправили. Есть подтверждение в этом. Среди наших бустеров мы засылали прям чек. Так что большое всем спасибо, кто поддерживает нас, наше начинание. И особая благодарность, конечно же, нашим бустерам, которые делают это регулярно. А мы, ребята, надеюсь, вас достаточно благодарим за создавание контент, открытый и закрытый, участвуя в ваших дебатах и наших дебатах в чатике для бустеров. И если вы еще лично не подсоединились к поддержке Geek Media и к нашему сообществу, то я буду очень рад вас видеть там. Подписывайтесь, ссылочка тоже в описании. Переходим к новостям от наших. И лавка игр открыла и сразу закрыла предзаказ на настольную игру Тираны Андердарка или Тираны Подземья. Правда, потом она снова открыла предзаказ, а потом его снова закрыла. Но потом опять открыла. Изначально объявлен тираж быстро разошелся и пришлось добавлять из-за кромов, так сказать. Это же вторая редакция игры 2016 года, Tyrants of the Underdark, основанная на механиках колдостроя и контроля территорий. И узнать об этой игре подробнее вы можете у нас в обзоре, который вышел на прошлой неделе. Неожиданно, Gaga Games открыла предзаказ, а потом сразу закрыла. Но так же подумала и снова открыла. А потом снова закрыла после этого. Но потом больше уже не открывала. Это вообще какая-то очень странная тенденция, что у лавки, что у гаги. Мы открываем предзаказ на определенное число игр, они заканчиваются, мы добавляем, и у нас получается, не знаю, два предзаказа в одном, или один многоступенчатый предзаказ, что это такое вообще, непонятно. Короче, к настольной игре Unmatched выходят на русском языке два новых персонажа в одной коробке, это Бео Вульф и Красная Шапочка. В наборе новое игровое поле, и все, конечно, разумеется, совместимо со всеми ранее выпущенными наборами для этой серии игр. Кравл Геймс открыли и не закрывали предзаказ на настольную игру Неизвестная планета. Это игра для одного шести игроков, где каждый с помощью полимино будет стараться создать лучшую планету, которая сможет самостоятельно поддерживать жизнь. Основным фокусом игры является такой вращающийся пластиковый компонент, рынок полиминошек, который выставляется в центре игрового стола. Издательство Экономикус выпустило дополнение почтовый ящик для своей игры Письма Призрака. В дополнение почтовый ящик в игру добавляются 150 новых карт улик с уникальными иллюстрациями, два новых персонажа, одна тайная роль и жетон четвертой категории. А также сама коробка сделана в виде почтового ящика, в который вы будете бросать свои подсказки для Призрака. Издательство Эврикус выпустило настольную игру Дюжина Короля. Это быстрая и необычная игра с красивыми двенадцатигранными кубиками. Суть ее предугадать или вычислить, какую карту сыграют другие игроки, ведь если два или более игроков сыграют одну и ту же карту, их карты аннулируются и они ничего в этот ход не получат. Хорошая интерактивная игра с блефом, чтением мыслей и тактикой. А еще издательство Эврикус выпустило настольную игру Мандрагора. Это такой небольшой филер на сбор сетов, в котором вы превратитесь в тиродеев. Вам надо будет посещать магические лавки, забирать из них все самое нужное для того, чтобы делать заклинания. Вам для этого понадобятся волшебные ингредиенты и книги. Однако весь момент в том, что для того, чтобы получать все эти ингредиенты и все остальное, все игроки вместе используют всего лишь одного общего помощника. Да и друг на друга еще проклятие насылают. Вот такая вот игруля. И у нас тут еще новости практически с колес. Звезда привезла новый Азул, который уже сейчас можно купить в магазине издательства, либо в других розничных магазинах. В новой части этой замечательной и знаменитой игры нам придется отставить в сторону свое мастерство укладки плитки и примерить на себя роль ландшафтного дизайнера. Ну а применять свои скиллы ландшафтного дизайнера мы будем в оформлении сада королевы Марии Арагонской. К уже привычному драфту плиток сейчас добавили драфт тайлов. Ну, посмотрим, как это будет работать. Пойду себе закажу, что ли? В пятницу у нас был стрим, где было очень много гостей, в рамках которого Роман Шамолин думал о запуске компании по предзаказу аксессуаров к Too Many Bones. И они ее запустили. Правда, это очень быстрая кампания и скоро закончится. Поэтому, если вы планируете брать Too Many Bones, welcome на сайт издательства и быстро заказывайте. Сейчас аксессуары не ограничены. А вот что будет в момент запуска кампании по игре, никто не знает. Там может и не хватить. Все мы прекрасно понимаем, что игра будет стоить как чугунный мост, поэтому в рамках стрима мы достаточно подробно все это обсудили. И как итог, что игра, которая будет совсем скоро, что аксессуары, которые сейчас находятся в предзаказе, будут иметь рассрочку на 12 частей. А это значит, что в течение года вы таки сможете окупить этот чугунный мост. Ну а в случае с докупкой игры, два чугунных моста. И еще. Следующей кампанией по предзаказу у лавки игр будет Veticulture World, которая превращает наше любимое виноделие в кооперативную игру. В игре нас ждет новое игровое поле, новые карты, новые события. И, конечно же, измененный игровой процесс, потому что предыдущая игра все-таки соревновательная. Здесь же нам придется делать кооперацию, которая будет чем-то напоминать нам то, что происходило в Острове Духов, где вроде как евровая составляющая игры достаточно хорошая, была смешана с кооперативным геймплеем. Ну что ж, посмотрим. Не так много осталось. В рамках этого дополнения игрокам придется достичь всего двух целей. Каждому игроку нужно будет добраться до 25 очков и совместно протолкать трек репутации до конца. Посмотрим, насколько это будет просто или сложно. Больше подробностей мы в любом случае узнаем только в момент предзаказа. Все мы прекрасно знаем то, что на русском языке выходило полное здание, плюс еще выходили долины Рейна. И кто-то задается себе вопросом, а будет ли совместимо новое дополнение с тем, что уже есть? Да, будет. Со всеми вышедшими дополнениями. Но, как я уже сказал, больше подробностей мы в любом случае узнаем на предзаказе. У нас на канале на прошлой неделе вышло аж пять разных роликов, и вам наверняка они все были бы интересны, но я порекомендовал бы вам посмотреть вот этот, для того, чтобы ознакомиться с той игрой, о которой вы вряд ли слышали. Это было интересное космическое приключение, в котором мы сражались с космическими пиратами на потерянной космической станции. И это все, ребят, на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok